Добрый утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале новой недели. Собственно, на площадках мы следим за событиями, которые разворачиваются на них и влияют на динамику финансовых инструментов. Центральная тема остается прежней. Правда, к нефтянке, которую мы разбирали с точки зрения влияния Ближнего Востока, мы сейчас смело добавляем еще и фунт, потому что именно британская валюта остается одним из самых, если даже не самым динамичным инструментом рынка Форекс. И последняя неделя стала еще одним доказательством того, что потенциал, мощь этого ухода еще сохраняется, потому что мы снова возвращаемся к тематике Брекзита, снова возвращаемся к рискам политической неопределенности. Сейчас уже не только рассуждаем о том, что произойдет с карьерой Терезы Мэй, но имеем вводное о том, что она покинет пост, дополнительно предоставляя нам возможности поговорить о ее преемниках и, соответственно, о том курсе, который будет свойственен уже для них. Я считаю, что на место Терезы Мэй, скорее всего, придет Борис Джонсон. И самое интересное, друзья, то, что Джонсон является еще большим радикалом, чем Терезы Мэй, если вообще можно сказать так про Терезы Мэй. Больше радикал – это значит то, что вряд ли он будет искать компромисс с Европейским Союзом. Вряд ли Европейский Союз пойдет навстречу якобы новому лидеру, то есть новый, например, министр и возможность каких-то дополнительных уступок. Поэтому вопрос о выходе Англии из состава ОС даже без сделки, он станет еще более актуальным. Поэтому для нас, возможно, это лучший сценарий, как для спекулянтов, ставящих на том, что британская валюта может простись еще сильнее. Но я буду держать вас в курсе, друзья. У нас хорошо есть возможность с вами видеться каждый день. Давайте в двух словах разберем динамику ключевых активов. Нефтянка 67.39. Я думаю, что пока не будем торопиться с открытием новых сделок. Я все-таки говорил о том, что мы очень сильно просядем по рынку черного золота. Мы, в принципе, увидели то, что нефть ушла в затяжной нисходящей пике. Есть очень высокая вероятность того, что мы доберемся до 65. Те, друзья, кто открывал раньше короткие позиции, их сохраняем. С новыми сделками пока в рынок лезть лучше и не нужно. Причины снижения нефтянки. Тупик, на мой взгляд, очевидный в переговорах США и Китае. Я не ставлю на то, что между этими странами может быть достигнут какой-то компромисс. Поскольку вслед за Huawei, вы знаете, США рассматривают возможность установления, скажем, аналогичных барьеров для еще ряда китайских компаний. Соответственно, со всеми вытекающими отсюда последствиями мы ждем такие же, ну, примерно такие же шаги и действия со стороны Китая. Впереди у нас начало июня, 1 июня, когда мы знаем, что вступят в силу китайские пошлины против американского импорта. И мы тут же с вами настраиваемся на ответ. Это США против Китая, то есть есть официальная дата 17 июня, может быть, даже чуть раньше, штаты будут рассматривать возможности уже обложения пошлинами оставшейся части китайского экспорта. Это около 320 миллиардов долларов в доллар в эквиваленте, разумеется, если брать стоимость товара. В общем, то ли еще будет, друзья. Это давит на нефть, поскольку конфликт, разумеется, позволяет нам говорить о рисках для темпов мирового экономического роста. Есть еще статистика по запасам. На прошлой неделе удивительным образом данные показали рост запасов на 4,7. Очень странная картина, когда даже вопреки сезонных факторов мы видим эти цифры со знаком плюс. Но я думаю, что о запасах мы поговорим еще чуть дальше. Кстати, сегодня в 16.30 состоится вебинар. Не забывайте, что там мы детально разбираем фундамент. Тут, кстати, я прям приглашаю вас всех, чтобы обсудить в том числе и статистику по запасам. Ближний Восток потихоньку отходит на второй план, потому что сколько мы обсуждали эту тему, но сейчас можем прийти к выводу о том, что даже несмотря на инциденты и с танкерами, и с рисками, которые возникли в Ормурском проливе, пока что нет значительной угрозы поставкам. В общем, ничего в плане негативного влияния на предложение не произошло. И мы, значит, уходим вот на фонд, связанный с рисками для мирового экономического роста и, соответственно, для спроса на нефть. Доллар иена 109,47. Давление на пару оказывает снижение доходности американских облигаций. Действительно, сейчас находимся на минимумах с октября 2017 года. Заказы на товар длительного пользования просели минус 0,9%. Я говорю о том, что существенным образом обостряются отношения между США и Китаем. Я считаю, что это, пожалуй, даже самый главный козырь, почему нужно ставить на снижение пары доллар и иена, потому что так повышается спрос на защитные инструменты, к коим относится японская иена. Впереди, друзья, у нас данные по темпам экономического роста США. Это статистика, которая выйдет в четверг. По прогнозу показатели будут хуже. И вот вам, пожалуйста, еще одна причина, почему доллар нужно продавать. Не только, скажем, оставя на защитные свойства иены из-за общих рисков, но еще есть возможность отыграть и слабую статистику, которая будет также бить по позициям американского доллара. Я считаю, что текущие уровни также годятся для того, чтобы открывать короткие позиции. Здесь мудрить ничего не нужно. Если хотите подождать, если хватит терпения, можно попробовать поставить на то, что будет отбой от уровня, например, 110. Но я думаю, что если вас интересует долгосрочная сделка, можно открывать продажи даже сейчас. Австралиец против доллара, друзья, снижается 0.69.31. Точнее, последние несколько дней он растет. Но позиционно трендовая картина остается нисходящей. Пока пара держится ниже отметки 0.70, я уверен, что горизонты будут только для еще большего обвала. Впереди у нас несколько снижений процентной ставки. Я считаю, что до конца этого года Резервный банк Австралии трижды снизит процентную ставку. Первое решение может быть озвучено уже в июне. Поэтому, в принципе, можно ориентироваться на движение в районе 0.65. Доллар канадец на этой неделе. Канадская валюта, в частности, будет в центре внимания, потому что нас ждет решение по ставке, сопроводительное заявление и темп экономического роста. Решение по ставке, кстати, в среду. Я считаю, что в ходе сопроводительных заявлений мы услышим четкий сигнал в сторону того, что политика должна быть мягкой, с отсылкой на проблемы с статистикой, с инфляцией, с рынком труда, с рынком недвижимости и с особым акцентом на неопределенной сфере внешней торговли, перед которой очень сильно уязвима канадская экономика в будущем экспортно-ориентированном регионе. Поэтому цели 1.35 и движение выше. Фунт против доллара 1.27.31. Повторяю, друзья, Мэй уходит в отставку. Произойдет это 7 июня. Сейчас прочат на ее примерское кресло Бориса Джонсона. Я в начале этого брифинга отметил, что проблема-то на самом деле может стать еще более острой, потому что Тереза Мэй искала золотую середину. Пыталась выйти на компромисс, убедить Палату общины проголосовать за документ и остаться в составе, точнее выйти из ЕС на условиях мягкого Брекзита. Что касается Бориса Джонсона, это пока что ящик Пандоры, но известно, что он против каких-либо компромиссов, ущемляющих интересы Англии. И он не раз выступал за то, что, может быть, стоит провести Брекзит на условиях жесткого выхода. Поэтому по фунту против доллара я жду закрепления ниже отметки 1.27, друзья. Евро против доллара 1.12.10. Хорошая возможность снова продать. Откатили мы в район 1.12. Не раз уже отбивались от этого сопротивления. Наследие слабое, фундаментальный индекс активности производственного сектора. Еще на доказательстве того, что нас ожидает очень мягкое, по риторике, следующее заседание Европейского Центрального Банка и подробности операции ТЛТР. В общем, продаем евро. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...